Игорь Бородин спрашивает Почему в комментариях на Ютубе Так много злобных комментариев от христиан С чем это может быть связано Хороший вопрос Юрий Игорь, прошу прощения Я отвечу на него более подробно Для меня это маркер Что такое маркер Это такой флажочек По которому ты определяешь человека Например, человек пишет неграмотно И ты понимаешь, что человек либо из другой страны И для него русский неродной И человек, например, о каких-то богословских вещах Пишет неграмотно И при этом он, например, русский, живет в России То, скорее всего, вряд ли его богословские вопросы будут уместны Потому что если человек занимается богословием То хотя бы должен более-менее грамотно писать Хотя я сам часто ошибки делаю Но не такие яркие Я к чему это говорю? Что есть какие-то маркеры, понятия маркеры То есть, например, человек опоздал на встречу Там несколько раз Скорее всего, это человек, с которым нельзя бизнес вести Вот то же самое Если человек вдруг пишет какой-то отрицательный комментарий Вот по отношению к другому человеку Это 100% всегда очень плохое духовное состояние Не бывает исключений Вот все люди, которые под моим видео Или под Витой Ременко интервью с Коломитцевой Писали плохие комментарии Это показатель Но я ни разу не ошибался То есть, не было случаев, чтобы я ошибался Это всегда Всегда плохое духовное состояние Это люди болезненные духовные Это люди какие-то комплексами Это люди с самим проблем То есть, если человек не согласен Например, человек послушал интервью Маргариты Коломитцевой Там с Витой Ременко И он с ней, с этим интервью не согласен Его возмущает позиция Виты Ему, он считает, что Вита – американская девушка Да, пожалуйста, это его мнение Может быть, в каких-то вопросах он даже и прав Но он никогда не будет об этом писать Никогда Я вообще не представляю себе человека Николая Степановича Который пишет в комментариях Я там не согласен Брат Денис любит елки Или еще что-нибудь Я не представляю ни одного духовного человека Который будет что-либо писать отрицательно Это запрещено Священным Писанием Осуждение – это грех Написано, если ты не согласен Скажи человеку лично Вот И более того Скорее всего, такие люди Они просто им делать нечего Потому что если человеку есть чем заниматься Он никогда так не будет писать Похвалить человека – да Похвалить человека – это благое дело Напиши хороший комментарий Если тебе не нравится – не пиши ничего Или напиши в личку Вот так вот Если почему-то тебя это волнует Поэтому Почему много злобных комментариев Потому что многие люди широким путем идут Они, конечно, прикрываются духовностью какой-то Они прикрываются благочестием И так далее Но это широкий путь И написано Узкие врата И узок путь И немногие находят Поэтому мало людей Которые пишут Поэтому много плохих комментариев Вот такая ситуация Вот Поэтому я не знаю ни одного человека Который написал плохой комментарий И при этом был бы хорошим христианином Таких людей я просто не знаю Вот Нет, вот Дамир, смотрите Я сказал, что если человек русский И разбирается Ну, живет в России И так далее И плохо пишет по-русски И при этом он пишет по-господски вопросы То это подозрение А если человек, например, не русский То это понятно Вот я сейчас общаюсь с одним человеком Который великолепно разбирается в одном вопросе Потрясающе Но он не с русским Конечно, ему простительно И в разговоре все Это другой вопрос Я не это имел в виду Вот Я не это имел в виду Поэтому, друзья Кстати, есть такое Такое правило даже Что Когда человек говорит о другом человеке То То, что он говорит о другом человеке Показывает больше того, кто говорит Чем показывает Того, о ком говорят Поэтому Будьте очень сильно Очень сильно Внимательны в этом вопросе Регистрация на широком пути или нет Вообще широкий путь Это заповеди Христовые Вот Это не про конфессию А это про отношение к заповедям Божьим Люди, которые осуждают других людей Сто процентов стоят на широком пути Здесь однозначно Божьем